всем привет дорогие друзья и подписчики а также гости канала вы смотрите мой кулинарный канал где я показываю только проверенные а главное вкусные рецепты блюд в этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления чем че из редиса с ботвой это корейское национальное блюдо готовится процессом ферментирования желаю вам приятного просмотра для рецепта я взял два пучка редиски я уже заранее и помыл хорошо и теперь беру чашку побольше которой я буду потом все перемешивать такая чтоб удобно было все перемешивать вот беру тебе редиску удаляю у нее кончик корневой и тут у меня немножко есть повреждения тоже их удаляю и теперь вот так вот разрезаю но не до конца редиску на четыре части даже если большая можно на 6 или 8 частей разделить вот так с каждой поступлю редиской после того как я очистил всю редиску и надрезал ее теперь я ее буду засаливать чтобы она стала немного мягкой и пустила сок начать беру вот этот уже цветочек из редиски и прям его вот так вот засыпаю буду перекладывать обратно тот тазик откуда и брал потом все вместе переложу большой некоторые у меня сломались не получились ну ничего страшного все главное рассолить не бойтесь соли сыпать потом все равно это надо будет промывать все каждую так цветочек засыпаю и затем всю засоленную редиску перекладываю большой тазик перемешиваю все я оставляю на час чтобы из редиски хорошо вышла водичка и она стала более мягкой прошел час видите вот редиска воду немножко выпустила и стала более такой мягкой все теперь мне нужно ее хорошо промыть от соли и потом начну заправлять все тщательно я промыл всю редиску чтобы она не была соленой теперь мне сюда нужно добавить зелень значит и зелени у меня 30 грамм укропа где-то 50 грамм чеснока зелени чеснока ростков и 100 грамм зеленого лука если у вас нет ростков чеснока так как их можно взять только если у вас есть огород или дача потому что их так не продают то возьмите тогда зубчиков 6 или 8 чеснока но если у вас есть ростки то это тоже очень хорошо зелень теперь эту всю мне надо нарезать сначала возьму укроп палки некие нужны нужны только листочки зеленая часть не сильно мелко нарезаю кроме укропа никакой там петрушки или кинзы не надо сюда добавлять только укроп беру теперь зеленый лук и вот где-то по сантиметров 5 отрезаю его то есть не мелко мне нужно вот такими вот палочками полосочками его нарезать отправляю также сюда к редиске и зелень чеснока саму белую часть я потоньше нарежу а зеленые уже листья нарежу также как зеленый лук добавляю сюда к редиске теперь мне нужно измельчить болгарский перец для этого я беру уже заранее у меня нарезанный болгарский перец 100 грамм обязательно что красный помещаю его в измельчитель блендера если у вас еще есть красный острый стручковый перец то можете тоже вы сюда добавить и измельчаю его в однородную пастообразную консистенцию перец я измельчил теперь сюда его отправляю к редиске теперь добавляю сюда чайную ложку соли чайную ложку молотого кориандра 2 чайные ложки паприки пол чайной ложки красного острого перца молотого по желанию если хотите добавьте также сюда столовую ложку сахара и чайную ложку уксуса но я этого добавлять не буду теперь все это я перемешиваю руки у меня чистые поэтому все перемешаю руками все перемешал теперь мне нужно переложить в контейнер в котором у меня будет кваситься моё чем чей контейнер у меня пластмассовый перекладываю сюда чем чей теперь мне нужно добавить сюда где-то литр воды сверху теперь накрываю крышкой чтобы все овощи были в жидкости на крышку ставлю еще контейнер с водой чтобы он надавливал на крышку и все было в воде жидкости все теперь это будет у меня квасится двое суток при комнатной температуре и вот прошло двое суток чимчи уже готова вполне достаточно было ему двое суток чтобы редиска с овощами поквасилась и можно теперь пробовать подавать к столу такое чем че можно хранить очень долго но хранить нужно конечно же в холодильнике приложив какой-нибудь контейнер поменьше и или стеклянную банку отлично подходит и для мяса и для гарниров очень полезно его есть потому что большое содержание витаминов и полезных элементов за счет ферментирования редиски с овощами я переложил чимчи в маленький контейнер поменьше вот посмотрите редиска за время ферментирования потеряла свой цвет по вкусу такая слегка кислая вот если хотите покислее то перед ферментированием добавьте чайную ложку уксусной эссенции ну все теперь можно закрывать это и хранить в холодильнике может хоть месяц проставить в холодильнике ничего с ним не станет благодарю за просмотр этого видео не забывайте под видео нажимать палец вверх новенькие не забывайте подписаться нажать на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео желаю вам всего доброго пока 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 пока